Мужа нет, сына нет, все по делам, муж на работе, сын в школе, закинула, сейчас полотенце стираться, пока до вечера высохнут. Вот любимые красные, у нас есть еще сменные белые, почему-то я их терпеть не могу, а я вам скажу почему. Потому что пользуешься им один раз, вытер руки и уже все, ощущение чистоты от белого полотенца никакого нет. Вот это мне не нравится. Давно хочу заменить на целый набор там, например, зеленых или каких-нибудь синих полотенец, ну что-нибудь такое цветное, но не белое. А от этих белых избавиться, они мне, честно говоря, уже надоели до такой степени, что сил нет. Вот. Потому вот эти красные полотенца, которые у меня чаще всего, вы видите, за спиной на полотенцесушителе, вот я их стираю с утра, когда все ушли на работу, там в школу. Потом вешаю постиранные, и они на полотенцесушителе высыхают до вечера. И все, так непрерывный цикл, когда не успевают высохнуть, ну тогда белые вешаю. А так в основном эти люблю, мне они нравятся, уже затаскала их до ужаса, не слышите, стираются. Ну вот нравится, и все. Вообще красный цвет люблю, вот такой вот, какие-нибудь оттенки. Агрессивные. У меня пятно на щеке какое-то выскочило, и болит под губой. Не пойму, что со мной происходит. Буду наблюдать за своим лицом, за всем этим. Все равно любое воздействие на лице, вмешательство, это такой повод для того, чтобы заострить на нем внимание и наблюдать. Смотрите, пятно какое-то, че записано, нифига не понятно. Где-то у меня тут был специальный крем для таких пятнышек. Ну, завиракс, сейчас и намажем. Даже чтобы близко не думала мне здесь ничего вылазить. Открытое окошко, здравствуйте. У Кристины тоже я спала с открытым окном, она заходит, говорит, у тебя здесь холодильник. А вот мне комфортно, понимаете. Открытое. Это мне дома муж начинает говорить, закрой окно, мне холодно, я замерз. А я люблю спать, чтобы было прохладно. В комнате прохладно, под одеялом тепло. Тогда выспишься. А если жара, вот сегодня все было закупоренное, такая жара, я как в крематоре уже. Думаю, господи, какое невыносимое вот это вот состояние. В жаре ногу высунул из-под одеяла. Все равно жарко. Две высунул, жарко. Весь высунулся. Голодно, укрылся, жарко. А когда в комнате прям прохладно из-за открытого окна, все, дышишь свежим воздухом. Тебе как раз под одеялком хорошо тепленько и высыпаешься. Но нет же, у нас начинают все плакать, что им холодно. Не дают мне окна открывать. Вот так. Сейчас раздявило везде все, проветривая. Ну, кроме окна с орхидеями. Там, конечно, я не открываю. Потому что, извините меня, они и так все посыпались за это время, пока меня не было. Там заказы-то как раз-таки. Салфетки лежат, прикрекивайте. Ну что, глаза хоть подкрасим. Пойдемте делами заниматься. А сегодня же я хея обещала. Это значит, надо сходить, купить рыбину. Рыбину это либо карп. Ну, толстолобика здесь не найдешь у нас в магазине. Хоть бы карпы были живые. В общем, хочу посмотреть. Если будет карп, куплю один, а то и два. Потому что филе с двух карпов, это вообще мелочь. Здесь там, грубо говоря, нечего. Очень мало. А хему любим. Но я делаю не так, как Лена. Знаете почему? Потому что у меня вот не получается, как у нее. Почему-то не знаю. Я делаю старым способом, которым меня научила мама. Засыпаю солью. Прям очень, ну, прям хорошенько солью. Обычной, поваренной. На сутки. Через сутки я заливаю один к одному с 9% уксусом. Например, стакан воды, стакан уксуса. И стоит у меня 2-3 часа, пока вот оно не получится такое, как надо мне по вкусу. Оно не пересолится, я за это не волнуюсь. Уксус потом все убирает. Получается очень вкусная рыба. По кленам вот учат. У меня так не получилось. Я делала один раз. Вообще не тот вкус, как Лена. Вот, потому не хочу заморачиваться сейчас. У меня почему-то так не получается. Не понимаю, почему. Вроде все просто там, добавляешь эссенцию, добавляешь и все, никаких заморочек. У меня было невкусно. Все, реснички подкрасили. Пойдемте постель быстро заправим. Переоденемся и вперед с песней.